Друзья, всем огромный привет! С вами Аня Вокспейс. Я пока не знаю, куда этот ролик пойдёт, на бусте ли, на канал ли, либо сначала туда, а потом туда, пока не знаю. Вообще, это не запланированное включение. Я планировала эту неделю отдыхать, набираться сил, но пока что-то не получается особо, но как бы ладно. Пора уже всегда в работу возвращаться. Вот, и сегодня я позабирала кучу своих заказов, и мне пришли посылки. Давно не было распаковки на канале. Поэтому сегодня у нас с вами такое, знаете, абсолютно не запланированное видео без сценария на поболтать. Для начала я вам слегка пожалуюсь, если можно, конечно. Вообще, началось всё с того, что я записываю вам сейчас неделю чтения фантастики. Чш, никому, пут-пут, должна записать. Так вот, я обнаружила, что у меня на моём Sony, на моей камере Sony, офигенной Sony, там помехи опять звуковые, вот на эту камеру, точнее, вот на этот микрофон Раде. При этом вот Canon, мой второй Canon, он отлично с Раде дружит. Я подумала, так решила, что, возможно, здесь у меня помехи из-за того, что здесь такой провод, видите, ну, как бы пружинкой, да? И я, короче, купила себе сегодня петличку Sony. Хорошую петличку, не сильно дорогую, но как бы петличку. И подумала, что, возможно, дело пойдёт лучше. Угу, хрен там. И, блин, мне так обидно от того, что звук на Sony, что здесь, что вот здесь, он прям кряхтит, причём не всегда. А на Canon нет, всё окей. Ну, короче, позвонила в сервисный центр, мне сказали, что там нужен, как бы, ваш чек, гарантийные номера и тому подобное, они остались, естественно, в Сочи. Короче, я об этом поводу расстроилась, хожу себе в такая себя, да как же, блин, так? Поэтому мне слегка нужно об этом поводу расслабиться, сделать дела и вам сегодня распаковать пару посылочек, ну, чтобы и вам было классно, и мне, в принципе, тоже слегка успокоиться, скажем так. Друзья, сегодня я вам распаковываю три посылочки. Начнём мы с посылочки из подписных изданий. Вообще, как бы, это не посылочка. Просто мне Настя подсказала, что в подписных там можно бесплатно упаковать купленную книгу, что было очень клёво, и я решила, что да, такой, знаете, маленький себе подарок домой я, в принципе, и сделаю. В принципе, я брала с собой акулу, чтобы с вами вместе это дело распаковать. В подписных, кстати, я нашла ту книгу, которой не было, вот, ни в буквоеде, ну, в лабиринте азбуки нету, вот, в буквоеде её не было, на Азоне её не было, на Вайперс её не было, а в подписных она уже была. И я же такая, ба, это суперудобно. Ну, собственно, да, чёрный корсар в Сальгаре в подписных уже есть, имейте в виду питерцы. На самом-то деле, я вспомнила, что я в детстве читала именно его, подсчитывала слегка до чёрного корсара, сюда же она в этот сборник тоже входит, что особенно прекрасно. В сборник у нас здесь входит чёрный корсар, Королева Карибов и Иоланда до чёрного корсара, которое я, в принципе, читала в детстве. Издание от Азбуки, сами понимаете, по всем параметрам прекрасно, мне особенно нравится его с цветовой гаммой, в принципе, этот арт мне очень сильно нравится. В книге много, к слову, страниц, почти 860. Я не знаю, возможно, как бы она и в буквоете есть, уже довезли, но пока что я его не видела. Единственное, зачем я пока что охочусь вот так вот, это за батчером, а его, блин, пока что нет нигде. А, дальше, ребят, вот такой вот подарочный вариант, это, разумеется, не книга, нет, это вот так вот запаковывают свои свечи к Канделайс Торис. Я в последнее время на них подсела, у меня уже большая коллекция, я, в принципе, вот сразу снимала спонсора, маленький-маленький вложек, где показывала свою коллекцию этих свечей. Не знаю, мне они очень сильно тащат качество своим, и реально, вот ты распаковываешь посылку, они, они уже пахнут, вот отсюда, представляете? И дело было так, я покупала подарок Юли Боксерауми на Новый год, и такая, ммм, ничего такие свечи, прям классные, они прям отличаются от любых других похожих книжных, от Фрагранс Флейм или там каких-то других, там еще какие-то были, не помню, бренды. Ну, короче, вот Канделайс Торис, я не знаю, эта камера будет с Канделайс Торис, ну, в принципе, да, дружат. Вот такой вот бренд, кстати, видео не спонсированные, сразу, у меня для вас нет никакого классного промокода, а жаль. Запакована она, знаете, вот прям по-серьезному, поэтому, чтобы на камеру не шуршать, попробую распаковать ее как-то самостоятельно. Кстати, есть такой, есть эффект, знаете, докопайся до посылки, вот они ее прям очень хорошо. И, кстати, в каждой свечке есть тематические, тематические открытки, я, к слову, не помню, какие заказывала там свечи у них. То есть я там заказывала по промокоду их, пока цены не поднялись, три штуки. Одну помню точно, Йеннифер я заказывала, чтобы сравнить с Фрагментом с Флеймом, что я там помню аромат, а какие еще, я не помню. Ведьмак, ну, в принципе, да, вы видите, тематика Ведьмака, как раз-таки полностью всех земли. А, заказывала там еще Дайнерис, это Вестерос. И что-то еще, ага, да, да-да-да-да-да, летучий голландец заказывала свечку. Да, друзья, первая свечечка у меня здесь летучий голландец взяла в прозрачном стекле, хотя, в принципе, мне ее не больше нравится и на темное стекло, за что я их особенно люблю. Но, в принципе, знаете, для разнообразия тоже вполне себе ничего. Мне очень нравится, что у них вот здесь ничего не нарисовано, а конкретно вот арт идет на крышке. Вот. Обещают нам здесь по аромату океанский бриз, кожу и птиковое дерево, и табак. Табачный лист. Момент истины. Слушайте, очень хороший аромат. Такой легкий мужской парфюм, чувствуется табачный лист, скорее дерево, чуть-чуть кожа, соль, не чувствуется практически. Приятный, очень приятный, мягкий мужской парфюм. Да. Ожидала что-то более резкого, честно говоря, хорошо, что такого нет. Отлично. Это прям хорошо. Это дело можно сжечь, когда читать что-нибудь фэнтези, например. Какие-то у них новые упаковочки. Интересно. Дейенерис. В вот таком вот варианте. Что обещает по запаху? Обещают бергамот и янтарь, ветивер, кедр и лимонная цедра. Ожидаю что-то, в принципе, цитрусовое, но при этом чуть-чуть поглубже, чем цитрус. Ну, давайте посмотрим. Какой прям терпкий цитрус, я бы сказала. Ну, что такой приятный. Я бы такие духи носила, честно говоря, прям очень необычный. Здесь скорее нотки цитруса, но при этом много кедра. Хороший аромат. Мне вот, в принципе, нравится, что у Candlelight Stories у них нет такого, знаете, вот прям аромата в лоб. Вот прям в лобешник, вот цитрус, прям вот цитрус. Нет, это, знаете, какой-то интересный по тону аромата. То, чтобы я прям такой парфюмер, но увлекаюсь немножко, да. Прикольно. Я ожидала, что еще это более ярко цитрусовое, а здесь более такой погружабельный в янтарь и кедр, да. Цитрус здесь, скорее всего, будет только вот на верхних нотках. Прикольно. Между прочим, интересно их будет поджечь, потому что многие ароматы раскрываются гораздо глубже именно при горении. Нормально так. Давайте посмотрим третий. И у нас здесь Yennefer. Да, коллекция Ведьмака. Ну, Yennefer нам, в принципе, обещает, по идее, сиренек-рыжовник, классика. Как раз-таки вот у Fragrance Flame была именно сирень и именно крыжовник. Мне нравился аромат, но я, по-моему, ту свечку так и не подожгла. Здесь у нас не просто сиренек-рыжовник. Несколько я знаю, здесь у нас листья кружовника, ландыш и сирень. Я просто рискнула на самом-то деле. Посмотрим. О, какая крутая сирень. Не, ну это кайф, конечно, ребята. Вот прям весенний, охренительный весенний запах. Блин, прям сочи напомнила. Ну, здесь прям такая очень мощная сирень. Прям перебивая все остальное. Здесь, в принципе, сюда лилия, ландыш и листья кружовника. И сам кружовник, а именно листья кружовника. И он отличается знатно от Fragrance Flame. Там такой аромат, он, знаете, такой более сладко-ягодный, чем сиреневый. То есть там сирень, она прям гаснет прям в кружовнике. Здесь прям сирень прям солирует. Клёвая сирень. Вот кто любит сирень, вот кто реально любит сирень. И, ребята, это вот ваше будет точно. Возможно, раскроется чуть поглубже именно листья кружовника в горении. Но, в принципе, они дают такую, знаете, лёгкую нотку зелени. К аромату. Такой чуть-чуть-чуть терпкий. Ну, как бы в классике так и говорится. Кружовник терпкий, сладкая сирень, да? Классный. Очень классный. Ну, короче, вот такой вот маленький улов. Совсем маленький. Жалко, что Candela Stories, они перестали выпускать такой, знаете, аптекарский флакончик. Очень красивый. У меня, в принципе, есть краски. Вы видели наверняка. Вот у меня здесь обычно стоит. Я уже просто их перевезла в другой район. Да, это такая новость, такая внезапная, что мы переезжаем в другой район снова опять. Не спрашивайте даже. Я же их туда перевезла. Там, в принципе, вам их покажу. Очень красивые такие аптекарские флакончики. Но, видимо, им невыгодно коммерчески их содержать. Вот такие вот маленькие у них есть. Вот эти прям очень крутые и очень качественные. Мой любимый, пока что, вот самый любимый, фаворитный, это Сабрина и её яблочный аромат. Причём там яблоко, листва и бурбон. И как будто бы ты сидишь в такой, знаете, осеннем яблочном саду. Офигенно. Ну, короче, как-то вот так. Что ещё я хотела вам показать? Так, это мои книжные заказы. Казалось бы, уже можно было бы их сократить, но как бы нет. Вот. Быстренько, кстати, очень пришло с Москвы. Ну, с Москвы в Питер идёт быстро. А вот в Сочи шло очень-очень долго обычно. Заказала я в Истари комикс. Тут, думаю, ни для кого не секрет, что я заказала. Я, в принципе, вам в Телеге опять же дублировала это дело. Телега у меня теперь такой массовый канал для новостей. А заказывала я в Истари два новых тома обещанного Неверленда. Чума. Мне очень нравится. Очень приятно, по крайней мере, что Истари по два тома издают. Супер, замечательно. Вот шестой том, ребята, и седьмой том. Осталось, в принципе, на вам ещё три тома, и будет полная серия. Знаете, что меня особенно прикалывает у Истари, это то, что они умудряются делать бесспойлерные обложки. Вот ты, допустим, пока что не читал первые части, или, например, прочитал только первую часть, вот тебе вот это ничего не скажет. И вот это тебе вообще ничего не скажет. При этом, при этом есть какие-то маленькие намёки, маленькие пасхалочки в обложке, но их узнают только те, кто вот прочитал предыдущие тома. Это, короче, классно. Так что, друзья, имейте в виду, что у Истари уже как бы есть на сайте прям не предзаказ, а уже прям заказ обещанного Неверленда по 650 рублей томик. К слову, большое вам спасибо, что именно вы мне подсказали, что вот у Истари на сайте именно издательства там дешевле. Причём реально дешевле, потому что я их покупала, помню, первые тома в 6-й городе за 1000 рублей, кажется, были первые части. Это, короче, прям, да. Опять же, имейте в виду, 6-я, 7-я часть уже у нас в руках с вами. Единственное, что я теперь лично буду ждать вот магистра дьявольского культа. По крайней мере, обещали допечатку, потому что когда я кинулась, естественно, я уже нигде нет. Мой внутренний Идиан Анджонс такой, как бы вот не могла купить раньше. В принципе, можно найти магистра дьявольского культа, по крайней мере, на Авито, либо там на Алиби. Можно, но за бешеные деньги. А Истари обещали допечатку. Ну, посмотрим, будет ли она вообще, стоит ли она вообще того. Опять же, кто из вас это дело читал? Смело делитесь в комментариях. Фух, дальше, друзья. Я, знаете, я, в принципе, к покупкам не готовилась вообще сегодня, потому что я ожидала, что я просто вам поснимаю новый микрофон, мы его с вами потестируем, все будет зашибись на самом-то деле, нет. Распакую вам вот мои маленькие посылочки. Но как бы забрала заказ, так что, в принципе, могу вам показать. Вообще, начнём, наверное, мы с подарка, потому что мне вот Настя Михалёва привезла подарок в Питер, книгу, которую я, вот, знаете, думала читать, не думала читать, думала, да, в принципе, я смотрела кино, зачем мне ещё книга. Настя говорит, что конкретно различается книга и кино, ну так вот. Это «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино. Важная заметка о том, что это его личная художественная книга. Ну, то есть, сам Тарантино книгу написал, и меня вот интересовались мои зрители, «Аня, а будешь ли ты это дело читать?» Я же такая, да блин, скорее всего, нет, потому что Тарантино для меня хороший художник-визуал. Ну, как бы, он же сам сценарист, конечно же, но я вот не знаю, как он писатель. Одно дело сценарий и визуал, как бы воплощение, другое дело художественная литература. Что ещё по этому поводу вам хочу сказать, по поводу «Однажды в Голливуде» интереснейшей истории, на самом деле, нет. О том, как я себе полностью замарала впечатления от картины. Знаете, я обычно, когда иду в кино, я стараюсь не гуглить отзывы, стараюсь не гуглить критические статьи, просто потому, чтобы себе создать вот своё личное мнение, а уже потом как бы примиряться, отталкиваться, сравнивать и тому подобное. Так вот, это вот был абсолютно не тот случай. Я конкретно про фильм сейчас говорю «Однажды в Голливуде». Я вот на него шла абсолютно с нулевым бэкграундом, и это была знатная ошибка, потому что фильм у Тарантино именно этот, он основывается конкретно на реальных событиях из культуры Америки. Про Шерон Тейт, вот её историю и тому подобное. А я вообще ни сном, ни духом, ну то есть вообще. Я помню, я смотрела кино и такая «При чём здесь Марго Робби? Что за Шерон Тейт и что?» И вы даже не представляете, как мне было обидно, когда я прочитала эту историю, мне говорят «Аня, ты как бы прочитай». Я прочитала и такая «Бог ты мой!» Ну то есть, если бы я знала бэкграунд Шерон Тейт, Мэйсона, да, вот это вот всё, я бы офигела в кино. Мне бы очень понравилась картина, потому что вот Тарантино в своих фильмах, он обычно переписывает историю вот на свой лад, как вот ему было бы в кайф, да. И я вот уверена, сто процентов, что вот те ребята, которые увлекаются культурой Америки, кинематографом, знают полностью подноготную и драматическую историю Шерон Тейт. И вот всего этого, вот именно вот тот разрез времени, именно тот пласт, они получили вот по максимуму. Я же получила вот столько от картины. Только когда я прочитала, о чём же было в кино, это было ужасно обидно. Будто я сама себе заспойлерила и просто испоганила впечатление, серьёзно. Так вот, к книге я думала, вот реально я думала, что это вот то же самое, но в формате книги. И казалось бы, но вот мне Настя подсказала, что здесь наоборот. Здесь те же герои, примерно те же события, около, либо за, либо уже после, но с другой стороны, вот с совершенно другой историей. И здесь персонажи лучше вырисовываются, и Бут лучше вырисовываются, с которым Брэд Питт играл, и главный герой лучше вырисовывается, по крайней мере. Можно их как персонажей расценивать. Но посмотрим, как говорится. Друзья, опять же, кто-то дело из вас читал, как вам вообще, стоит ли того или нет? По поводу моего заказа. Заказа из буква Еда я себе заказывала три книги. Одну, в принципе, я себе заказала в запасы. Это «Лесной маг». Вторая часть. «Сына солдата» Робин Хобб. Пока что первую часть я не читала, но, как говорится, не читаю «Берегу». До лета, возможно. Мне кажется, что я, в принципе, возьму её летом, попробую, по крайней мере. Но я не думаю, что она смешается у меня в голове с «Элдерлингами». Наверняка это вообще разные абсолютно истории. Так что я думаю, можно. И вот купила себе вторую часть, пока что она есть в продаже. Вообще, у азбуки в «Дайджесте» она была, но я что-то как-то решила себе её не просить, потому что я понимаю, что в ближайшие месяца три я её не прочту. Но, с моей стороны, это было бы, знаете, слишком «А можно мне книжку как бы?» Ну, на, и... Ну, вот вам анонс, в принципе, такой анонс, друзья. Имейте в виду, что она уже есть в продаже, и она весьма толстенькая. Ещё она в плёнке, кстати. Ну, тут, наверное, вопрос не рейтинга, вряд ли. То есть, здесь будет рейтинг у нас 18+, хотя, как бы, я такого дела не исключаю. Возможно, это вопрос хорошей транспортировки, чтобы книгу не покозать. Это хорошее было решение. Дальше, друзья, у меня здесь фантастика. Внезапно, хотя, ну, как бы, не совсем уж внезапно, потому что в этом году я прямо такие вот уверенно топаю в сторону фантастики. Для меня это, в принципе, знаете, такой интересный путь открывателя фантастики, потому что я к жанру относилась раньше, ну, эти ваши пиу-пиу в космосе, это не моё, а оказывается, что... И опять же, вот прямо сейчас у меня идёт, неделя чтения фантастики. Знаете, не настолько быстро, как я ожидала, книги считаются. То есть, я ожидала, что это будет на одном дыхании, а вот фигушки там. Это очень любопытное наблюдение у меня было. Так вот, я решила, по крайней мере, сейчас докупить вот всё той фантастики, что я хотела бы прочесть в этом году, ну, или хотя бы, ну, в ближайшее, короче, время. Так вот, эту книгу, эту книгу мне продала моя зрительница. Я точно это помню. Это Аластер Рейнольдс и его «Медленные пули». Когда я взяла эту книгу сегодня утром в руки, такая, да ладно, она такая крупная. Ну, прям крупная-крупная. Я же такая открыла, а там ещё шрифт мелкий и убористый. Я же такая, ага, отлично. В книге, вот что по мне соврать, 800 страниц, ребята. 800. И у нас здесь суперобложка, имейте в виду, что под суперобложкой просто дублируется арт. То есть, здесь, в принципе, есть надпись на корешке, но вот на самой фортести нету. Ну, мало ли, для вас это будет важно. Хорошее очень издание у азбуки, мне очень нравится у них эта серия. По поводу Аластера Рейнольдса. Я пока что его не читала, но, как вы видите, покупаю смело. Даша Библиарий мне дарила книгу «Мстительница». У меня она стоит, как раз таки, вот на полках. А ее очень сильно рекомендовала свитередактура «Режизнь». Поэтому, в принципе, я однеглазно вот на этого автора смотрю, это раз. Но продающий комментарий был именно вот этот. Мне там зрительница сказала, ой, Аня, я вижу, у тебя есть Аластер Рейнольдс и еще Скальцы, там, «Крушение империи». А ты наверняка смотрела «Любовь смерть роботы», там были вот их авторства, рассказываешь, такая, да ладно. И как раз таки вот здесь, в этом сборнике есть рассказы, по которым писались эпизоды. По крайней мере, вот «За разломом орла», мне он очень сильно нравится, и «Зимоблю». И «Зимоблю» здесь, по-моему, по-другому немножко называется. Он здесь называется «Голубой период зимы». И я же такая, да ладно, ничего себе. Просто дело в том, что я впервые, в принципе, посмотрела из «За любовь смерть роботы» именно «За разломом орла». Не с первой серии почему-то, а вот именно его. И такая, вау! Вот это именно та фантастика, которую я бы почитал, и в которую я бы вот урвался бы знатно. И я даже не догадывалась о том, что это, ну, не оригинальный сценарий, это конкретно адаптация рассказов. Круто! А у «Скальцы» мне рассказала подписчица, что там адаптировали трёх роботов про йогурт, который захватил вселенную, и что-то там ещё. А, и вот первая серия из второго сезона, там, где техника начала взбешиваться и за хозяинами своими гоняться, я же такая, блин, продано. Просто продано, потому что это мои любимые эпизоды. И я же такая, блин, да продано. Вот просто с потрохами продали, реально. Если у автора вот такие клёвые идеи, вот по типу «За разломом Орла», мне это надо. И вот «Зима Блю» — это тоже офигенный эпизод, серьёзно. Другой вопрос, как это будет смотреться в бумаге, ну, в плане при прочтении. Всё-таки визуальный ряд и буквенный ряд слегка, знаете, ну, немножко разное, да? С другой стороны, как бы нет у меня ограничения на спецэффект в голове. Это хорошо. Вот такая я пока что радостная купила себе Ренольдса. Как говорится, слегка чуть-чуть про запас. И ещё одна книга из фантастики, которую я не планировала покупать. Но, как говорится, да-да, знаемый, Аня, твоё я не планирую. Дело в том, что вот у Лукьяненко, у Лукьяненко я хожу больше в его фэнтези, не в фантастику. Например, там «Дозор», либо вот на этот год я себе взяла его «Магия без времени». А вот его фантастику, я не знаю, мне кажется, что это будет не моё. Я вычитала у него в юности «Лабиринт отражения», мне нравилось. И спектр, ну, как бы норм. Но вот сейчас, возможно, это было бы вообще не в тему, не в кассу. И я, короче, следила вот издалека за его проектом «Семь дней до Мегида». Вот за этим проектом я его следила. Видела, что автор выкладывает главы на автор туда. И там у него была подписка. На его соцсетях тоже видела, что там уже выходит книга. Потом ещё вторая. Потом уже как бы и третья вышла. И знаете, особо я как бы её не рассматривала. Во-первых, потому что у неё весьма и весьма какая-то, ну, настолько странная аннотация. Вроде бы продающая, а вроде бы... О чём, чёрт возьми, книга? Ктулху. В этом романе нет ктулху. Остальное, пожалуй, тут есть. Ах да, ещё у неё нет интернета, и его запретили инсеки. И луны нету, потому что они раздробили её на куски. На Земле теперь лунное кольцо с самыми большими осколками, с Еленой и Дианой. Но все уже привыкли. К тому же здесь есть кристаллики, за которые продавцы могут продать всё, что угодно. Хотя бы и Джоконду, или две Джоконды. Обе настоящие, такие же, как в Лувре. Довольно доброе начало Апокалипсиса, правда? И ты такой... Так о чём вообще книга? Ну, типа, есть какие-то инсеки, Апокалипсис, Зазорванная Луна. Что вообще происходит? Я, короче, вот мимо неё проходила вот всё это время. А сейчас, опять же, я ударилась в фантастику потихонечку, но знатненько. И вот сейчас читаю книгу, которая вот очень быстро не читается. То есть её на марафоны брать, ну не знаю, по-моему, была так себе идея, но тем не менее всё равно интересно. А мне бы хотелось в своей коллекции фантастики иметь вот нечто вот такое попсовое, быстро считаешься попкорновое даже. И я подумала, ну почему бы не знать Лукьяненко? Продела его отзывы на Буктюбе, увидела только у Сергея проект про, о Людмиле Личи увидела и ещё у какого-то блогера видела. Ну вот, в принципе, у нас на Буктюбе это не то чтобы очень популярный автор, наверное. И вот здесь, в принципе, знаете, вот по рассказу ребят, опять же, потому что по поводу аннотации это... Есть любопытный замес. О том, что вот прилетели некие инсеки, инопланетяне победили нам болезни, убрали нам полностью плохие вирусы, убрали нам интернет зачем-то, и зачем-то нам раздробили Луну. Ну типа, эй, мы сильные, вот мы что можем сделать? Хотя фиг его знает, дофига никак он был Луна, но тем не менее. И образовали некие колонии, победили там болезни, забрали больных детей, чтобы из них сделать себе подобных. Короче, любопытный замес. Реально прикольный. Тем более, опять же, я знаю, что Лукьяненко всегда всё имеет двойную-тройную подоплёку. Это подкупает в какой-то степени. И то, что его романы мне считаются, в принципе, шустро, это подкупают тоже. С другой стороны, есть моменты, которые мне Лукьяненко не сильно нравятся. Например, опять же, я и говорила в Дозорах, что у него обычно герои, ну, абсолютно вот одинаковые. Везде один и тот же Антон Городецкий с разными прическами, грубо говоря. И, как правило, как правило, у него весьма такой, знаете, традиционно блабежный взгляд на семейные отношения, на политику, там, автор, как бы свои мысли пропихивает само собой. У него везде женщины ползают под главным героем. Ну, такое, я бы сказала, короче. Но, тем не менее, вот сеттинги у автора мне нравятся почти всегда. Вот. Потому любопытно. Попробую почитать. Не знаю, когда начну. Возможно, пропихну в весенние планы. Если не успею, то уже как бы ближайшее лето, текущее лето. Попробую, друзья. Что ещё, что ещё? Ага, последняя книга. Вот здесь я долго думала, реально, наверное, года два. Думала, нужна ли она мне, или уже не надо, ну и вообще. Ой, смотрите, менеджер к нам присоединился. Ну, вы наверняка уже на неё смотрите, а я как бы вам рассказываю про книги. Так вот, я на эту книгу как бы посматривала издалека. С тех пор вышла экранизация. Первому игроку приготовиться. Кстати, вот эта книга у нас получается кинообложкой. И с такой глянцевой. Не моё вообще, но другой, увы, не было. В принципе, не важно. Мне главная сама книга. Так вот, я посмотрела кино, вот не помню, в каком году. По-моему, в 18-м он выходил. Вот настолько давно, представляете? И мне, блин, так зашло. Я вот весь фильм сидела, улыбалась там, дурочкам. Я прям вот сводила все олдскулы. Потому что вот все те, кто родились и выросли в 90-е и 80-е, это вот прям, друзья, конфета. Это вот прям кладезь всей нашей гик-культуры вот прошлых десятилетий. Это офигенно. Столько пасхалок, отсылок. И типа, о боже, это оттуда, а это оттуда. Вообще, вообще, вау, вау, вау. Вот весь фильм такой был реально в кинотеатре. Дальше я узнала, что этот фильм, он по книге, собственно говоря, снятый. И такая, ммм, интересно, а сильно ли отличается книга? И говорят, что да, книга отличается. Не то, чтобы очень сильно, но вот задание для ребят в книге кардинально отличается. И, к слову, многим книга нравится даже больше в этом плане. Вот. О чем вообще книга, о чем вообще речь, не знаю, знаете ли вы или нет, наверняка да, но повторюсь на всякий случай. Короче, у нас здесь будущее. 45-й год. В принципе, нам недолго туда поползти осталось, да. Там у нас разруха, так-так себе экономика, плохая экономия, зато есть как бы Оазис. Это такая виртуальная огромная сетка, в которой каждый проводит свое время. Ну, такой, знаете, массовый VR. И главный зачинщик всего этого безобразия Оазиса, Холидей, он умирает без наследников. И при этом он такой, мгм, вот мое наследство, Оазис, огромную эту фирму, кучу миллионов долларов, ну, как бы и вообще, получит тот, кто отыщет мои подсказки. И пасхалочки, три ключа вам нужно будет найти, что-нибудь там сделать. Он организовывает для всех квест массовый по всему этому Оазису. И его годами, годами все эти подсказки ищут люди, но вы не находят. И вот главный герой со временем находит первую подсказку. Вообще, на самом-то деле, фильм, вот фильм, опять же, книгу не читала пока что, но фильм очень зрелищный, он очень крутой. Я бы даже его пересмотрела на самом-то деле. Вообще, что я вспомнила про эту книгу, почему мне так вспомнилось это дело? Мы с Настей ходили, гуляли по книжным магазинам. Я зашла в буквоет, который был тот самый на Невском проспекте, офигенный, кстати. И она показала мне второму игроку приготовиться на английском, вот в таком издании, знаете, мягкая обложка, но так приятно в руке лежит и разгибается. Ну и вообще, я же такая, ага, второму игроку, это как-то вторая часть. Говорят, что не очень, но первая круче. И что-то как-то вот мне это дело прорастило идею. Я вспомнила про эту книгу, нашла её в оригинале, хотела купить её в оригинале. Вот прям хотела-хотела. И знаете, вот даже прочитала первые страницы 5-10, и так легко считается, что я аж удивилась. Потому что я так думала, что эта книга будет наполнена всеми этими терминами интернетными, ну и как бы куча там будет гик-культур 90-х, 80-х, то есть там свой собственный язык. Я буду просто оттануть в этом во всём. А оказалось, что читается офигенно легко. Но что-то как-то я подумала, что и так у меня, в принципе, много книг на английском. Нужно хотя бы их прочесть, а у них было бы неплохо, да? А потом уже покупать. И, короче, я вот вытащила с магазина русскую версию, кстати, весьма такую, ну, не потрёпанную, но уже старенькую внезапно. Она, получается, у нас выход... Да, ребят, 18-й год. Четыре года книги. Ну, короче, я вот собираю себе, знаете, отдельную стопочку фантастики серьёзной взрослой и фантастики менее серьёзной юношеской. Ну, вот по типу того же Рейнольдса, да, например, или Сандерсона его, видящие звёзды, да, и вот это вот тоже дело. То есть у меня есть и туда разгуляться, и сюда разгуляться, и ещё вон туда вот посерьёзнее залезть, да. Потихонечку собираю себе. В принципе, мне пока что этого должно хватить. Да, так все мы говорим. По крайней мере, взялась я фантастику, по знаку, вот для разгрузки мозгов. Потому что хочется иногда именно в этот жанр, а иногда бывают вот настолько тяжёлые книги, и вот в этом жанре, потому что, допустим, вот первая моя книга из недели чтения фантастики читается, ну, не тяжело, но очень сухо. И при этом она весьма-весьма плотная по информации. Короче, ну, не сильно простое чтение, я вам скажу. Вот, поэтому для разнообразия это хорошо. Фу, в принципе, друзья, всё. Наболтала вам сегодня, наверное, на очень долгое время. Ну, короче, как-то вот так вот. Накупила себе опять книг, при заказе пришли, свечки пришли. Микрофон, кстати, шикарный микрофон, сонецкий. Не знаю, я вам что-то целую модельку. Ну, такой он, маленький бочоночек. Отличный микрофон, но, блин, моя Sony хрипит. Мне обидно, мне реально об этом поводу обидно. Ну, как бы буду с этим что-то делать. Пока я всё что буду снимать, либо вот на эту камеру, звук будет так себе возможно, либо на Mark III. Вот там звук должен быть получше. В принципе, друзья, всё. Деритесь вашими последними покупками, книжными и не только, но что вы себе приобрели вот в последнем месяце. С вами была Аня Ковыч. Скоро мы уже увидимся обязательно. Всё, ребят, всем пока и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok